Итак, мы сегодня рассмотрим эти восемь судов, это будет у нас в блоке наших поношений. Самый главный суд, где вот такая эмблема, в круге, там такой педестал, и на педестале, кто вы думаете, сидит, сидит Фемида, я не буду рисовать. Это международный суд ООН, 1945 год, подписали Устав ООН, итак, здесь такую информацию буду давать по этому суду. Значит, Устав ООН, и еще один источник, который вы также знаете, потому что это источник про источники, вы очень долго эту статью 38 запоминали, и какой это источник? Статут, статут международного суда ООН. Вот эти два основных документа, на основании которых и строится работа этого суда. Устав ООН, где дана структура суда, неполномочия, и статут, где более подробно расписана процедура, то есть как они решаются международным спортом. Состав. Помните, корабли у нас там было, в одном из окошечков написано суд и цифра корабля. Какая? Ну, вспомните. Итак, пятнадцать судей, пятнадцать судей, избирающиеся на десять лет. Пятнадцать судей, избирающиеся на десять лет. В уставе он так прописано, что на эту должность избираются люди с высочайшими моральными качествами, или специалисты, высочайшие специалисты в области международного права. Видно, как-то это не сочетается, хотя я считаю себя моральным человеком, ну, практически всегда. Вот, пятнадцать судей, и у них еще есть такая штука, я хочу термин, который мы уже использовали, ее сюда еще прикрепить. Отход. Кто знает, что это такое? Одно касание. Это когда судьи берут на одно заседание, для одного дела. Ну, как правило, бывших судей, например, они десять лет проработали и ушли в отставку. И тут какое-то сложное дело, а знают, что он-то, блин, специалист по морскому праву. Говорят, слушай, приходи. И он приходит, и в одно касание им помогают, так же он имеет право голоса, голосует, то есть его призывают вот на это дело. Больше я в других судах не видел такого, такого института, а здесь такое есть, потому что это хорошее. Следующее. Где он находится? Кто знает, где находится международный суд он? Гаага. Гаага. Гаага где? Ну, планета Земля, нет? Нидерланд. Да, Нидерланд. Гаага в Нидерландах. Если вы, не знаю, привыкли ли вы или нет, в группе по международному праву 2015-2016 на аватарке этот суд и стоит. То есть это он и есть. Это международный суд он, это здание, это орехового дерева, помещение отделано, это и есть международный суд он. Его полномочия разрешать споры, особенно здесь, только между государствами. То есть частник не может обратиться в международный суд он. Только государство. На кого? Ну, другое государство. И понятно, что это только те государства, которые состоят в ООН. То есть только ООНовские государства. И еще у них есть полномочия давать заключения. Они так называются. Консультативные заключения. Консультативные заключения. Что-то ООН не понимает. Например, можно ли там испытывать ядерное оружие. Не понимает. Интерпретация. Не походим интерпретация каких-то договоров международных. Обращаются в международный суд ООН. А там сидят опытные юристы, которые знают гермонетику, знают, как толковать. И они им дают разъяснение. Вот здесь понимается, как и так. Все говорят. Блин, ну что ж так? А, так все просто. Это не просто. Просто у них есть компетенция толковать, интерпретировать юридические тексты. И к ним за ним обращаются. И последнее, что вам необходимо знать о международном суде ООН, отчасти вы уже знаете. Потому что мы постоянно сталкиваемся с судом. Это какое-нибудь дело. Давайте. Есть два я выбрал дела. По морскому или по военному праву? По военному. Давайте по военному. США не корабль. США не корабль. Восемьдесят шестой год. Дело в восемьдесят шестой год. США не корабль. Очень яркое дело. И когда я вчера его еще раз пересматривал, у меня такое ощущение, что я уже где-то недавно это видел. Я вспомнил где, потому что это очень актуально и постоянно повторяется. Я так вижу. Идея такая. У США были, я не знаю, остались или нет, но на тот момент были союзники по американскому континенту. Сальвадор. У них был договор с Сальвадором. А Никарагуа тогда, это было коммунистическое образование. И Никарагуа спонсировала повстанцев на территории Сальвадора. А США говорит, ах, если вы спонсируете иностранных, ну, вы спонсируете вот этих террористов, тогда мы по договору поможем Сальвадору, и США напало на Никарагуа. Никарагуа обращается в международный суд и говорит, на нас напали. Ну, это явно, надо решать. США говорит, ничего подобного, мы не нападали, мы выполняли наше соглашение с Сальвадором. Дело попало в международный суд, и там был очень интересный прецедент. Помните, есть такой принцип неприменения силы или угрозы силы. С одной стороны, а с другой стороны, право государства на самооборону. И вот суд по этому делу по Никарагуа решал, превысило ли Соединенные Штаты, государство право на самооборону или нет. Я вспомнил следующее, представьте себе, Донбасс, Донецк, Россия помогала, по крайней мере, оружием вот этим поставкам? Помогала. Можно ли сказать, превысила ли Россия самооборону? То есть, Россия или, в данном случае, самоборону Тонбасс, превысила ли Украина самооборону, когда начинала, например, начало быть какие-то агрессивные действия против России? Вот дело Никарагуа показывает следующее. То там надо смотреть, какая была сила воздействия. Если, например, было выявлено, что Никарагуа не сильно воздействовала на Сальвадор, только оружие поставляла, то это США не было в состоянии необходимой обороны. США не имела права так делать. Но если бы Никарагуа послала свои войска на территорию Сальвадора, то США могло оборониться. Вот такой ключевой прецедент по военному праву. Даже не по военному, нет, не военное право, а правом еще равны безопасности. Все по поводу международного суда ООН, который находится в Гааге. Я надеюсь, когда-нибудь кто-нибудь из вас станет международный суд, там есть место у нас. Ну, как правило, один суд, один суд, я Россия. Кто-нибудь из вас станет, потом расскажет, как там внутри, потом мне вконтакте напишут. Там все по-другому, мы что, мы сидим, пьем сейчас. Ну, со стороны вот так кажется. Не разу не было. Сиди в этом. Пожалуйста, какие есть вопросы. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...